Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня поговорим о том, как можно полностью скопировать прошивку одного микроконтроллера в другой. Я буду показывать пример на ATT-N13, но данный пример будет актуален и для других микроконтроллеров AVR. Подобная задача может возникнуть, если у нас нет исходного скетча, который был загружен в микроконтроллер. Более того, кроме копирования скетча, который хранится во флеш-памяти, мы скопируем еще и данные, хранящиеся в EEPROM памяти микроконтроллера. Возьмем два одинаковых микроконтроллера ATT-N13. Один я отмечу синий изолентой, а другой красный. Красный это тот, с которого я буду копировать, а синий тот, на который я буду копировать. Оба микроконтроллера пустые. Для очистки EEPROM памяти в них загружен скетч EEPROM Clear. Его можно найти в примерах для ATT-N. А для очистки флеш-памяти от прошлых скетчей загружен скетч Bar Minimum, который находится в базовых примерах для Arduino. Вначале возьмем красный тени и установим его на самодельный программатор. Ссылка на видео, где я его создавал, есть в описании и появится в подсказках. Вначале запишем в его энергонезависимую память EEPROM, значение которое мы в дальнейшем тоже перекопируем в другой микроконтроллер. Подробно о том, что такое EEPROM память и как с ней работать, я рассказывал в отдельных видео. Ссылка на них также есть в описании и появится в подсказках. А сейчас все кратко. Из примеров для ATT-N возьмем скетч EEPROM PUT и используем только одну его строку, которая запишет в нулевой байт EEPROM памяти число 5. Это то количество миганий светодиода, которое будет осуществлять микроконтроллер после подачи на него питания. Потом он сделает паузу 5 секунд и снова мигнет 5 раз. То есть сколько раз мигает светодиоду, будет записано в EEPROM памяти. Соответственно, если информация в памяти будет отсутствовать, вернее будет записан 0, светодиод не мигнет ни разу, а будет просто гореть. Таким образом, скопировав только флэш-память, мы не получим полного функционала. Нам понадобится скопировать и EEPROM память. После того, как мы осуществили запись в EEPROM память, запишем в память того же красного микроконтроллера скетч, который будет считывать данные из EEPROM памяти и мигать светодиодом, подключенным к пятому пину. Загружаем скетч в ATtiny. Можно, не вынимая из программатора, установить светодиод и видим, что он мигает пять раз подряд. А вот если мы изменим адрес чтения на единицу, то светодиод совсем перестает мигать и просто горит, так как поэтому адресы у нас пусто, то есть записан 0. Если на это место я ставлю синий микроконтроллер, светодиод не мигает и не горит совсем. Вернем на место красный микроконтроллер, а также чтение данных из нулевой ячейки EEPROM памяти и снова загрузим скетч. Перейдем к решению задачи, как сделать полную копию записанной информации в памяти красного микроконтроллера и записать ее в память синего. Для этого я использую самописную утилиту, которая работает со стандартной программой для прошивки микроконтроллеров AVR, AVRDUDE. Я уже использовал похожую утилиту для изменения фьюзов микроконтроллера. Ссылка на то видео есть в описании и появится в подсказках. Данная утилита представляет из себя обычный батовский файл, который упрощает работу с файлом AVRDUDE.exe. Эти же команды можно вводить в командную строку, результат будет такой же. Как и в случае с изменением фьюзов, вначале выбираем микроконтроллер, у нас это ATINI 13. В дальнейшем в этот список я буду добавлять и другие популярные микроконтроллеры. Далее выбираем COM-порт, к которому у нас подключен программатор, в данном случае это COM3. И выбираем, что мы хотим сделать с подключенным микроконтроллером. Первое это прочитать данные флеш-памяти, второе прочитать данные EEPROM-памяти и третье это прочитать всю память. Либо следующие три пункта записать соответствующие данные микроконтроллер. Так как прежде чем загрузить данные во второй микроконтроллер, нам нужно прочитать их из памяти первого, и нам нужна информация из флеш-памяти, где хранится наш скетч, и из EEPROM-памяти, где хранится настройка режима работы скетча, то выбираем пункт 3. В папке с программой создается два файла с расширением HEX, где в 16-ричном представлении хранится информация, записанная во флеш- и EEPROM-памяти. Файлы всегда имеют одинаковые имена, и при следующем запуске опции чтения памяти они будут перезаписаны. Можно открыть их через текстовый редактор, перейти в 16-ричный режим просмотра и посмотреть, что из себя представляют файлы внутри. В файле EEPROM-хекс можно увидеть ту самую нашу записанную пятерку. Теперь заменяем микроконтроллер на синий, то есть на тот, куда мы будем копировать информацию. Светодиод можем оставить. Нажимаем единицу, чтобы вернуться к меню выбора действий. И выбираем 6, чтобы записать данные из HEX файлов в память второго синего, то есть микроконтроллера. Если мы нажмем 4, то только обновим прошивку и не затронем данные, записанные в EEPROM-памяти. Это может понадобиться, когда нужно просто загрузить обновленный код скетча, но не затронуть данные, которые возможно установил пользователь. Либо вычислило устройство во время своей работы. Кстати, этот же способ можно использовать, если вы где-то достали HEX файл с прошивкой и вам нужно загрузить его в микроконтроллер. Подтверждаем свой выбор. Происходит загрузка информации в микроконтроллер. И видим, что светодиод мигает пять раз подряд. Значит, мы успешно скопировали все данные с одного микроконтроллера на другой. Можно вставить еще один ATINI 13 и загрузить данные и в него. Итак, мы можем вставить производство на поток. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь. Впереди много всего интересного. До встречи в новых видео.